Это анализ рынка, 16 ноября, время 79. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючина США есть тоже в плюсе, нефть в небольшом плюсе. По индексу РТС сегодня стоит ожидать ударов об уровень сопротивления 1240 пунктов. Тут она учится то, что сейчас там находится боковой диапазон, об который активно ударяет цена последней несколько торговых сессий. И сегодня основным драйвером роста в нашем рынке будет рост цен на нефть, локальный рост цен на нефть. При этом там формируется формация флаг, о которой я сообщу чуть позже и покажу ее. И в целом, учитывая сегодняшний такой позитивный ход торгов на азиатской сессии на фоне отчетов по ВВП Японии и по объему промпроизводства Китая, вот здесь они находятся. Сегодня, в принципе, и будет локальный рост в нашем рынке. Но надо учить то, что он сейчас локальный перегрет, при этом имеют цель также у него ниже, гэп на уровень 1170, который рано или поздно будет закрыт путем локального коррекционного движения. Но перед началом общего обзора хотел бы порекомендовать к обозрению канал наших коллег All Rebates.ru. Там раскрывают тему IPO, которая набирает все большую популярность. На рынок выходят интересные крупные компании, на которых можно в том числе и заработать. Но чтобы знать, в какую компанию вкладывать, вы должны владеть полной информацией по каждому предстоящему IPO на рынке. Кстати говоря, тема IPO меня тоже подцепила, поэтому некоторые аспекты в данном соотношении я изучаю. Ссылочка на данный телеграм-канал будет в описании к данному видеоролику. Далее переходим к индексу RTS. Отмечу то, что ранее был пробит этот нисходящий тренд, берущий сначала с августа 2020 года. Сейчас он активно проторговывается под сопротивлением 1250. Если перейдем на дневную графику, то увидим здесь четкий боковой диапазон и формирование формации флаг. Поэтому, возвращаясь на четырехчасовую графику, я бы хотел отметить то, что сегодня, вероятнее всего, будут новые удары об этот уровень сопротивления 1240-1250 пунктов. Поэтому к этим ударам нужно быть готовым. Имеются также цели и выше. Это закрытие локального гэпа на уровень 1315. Учитывая то, что сейчас есть прецедент предположить, что на фондовых рынках намечается новогоднее ралли, ну, я, в принципе, говорил, на фоне чего оно возникает, то и локальные цели выше, точнее, то и локальные цели PRTS лежат также выше. Но, опять же, после каких-либо локальных коррекций. То есть не все время вверх лететь, но и, как правило, корректироваться время от времени. Поэтому, учитывая сегодняшний позитивный фон, будут удары об уровень 1240-1250 пунктов. Но локально, повторяюсь, индекс наш перегрет, и это нужно держать в голове. Далее индекс Московской биржи. Тоже торгуется восходящим движением, как и индекс РТС. Был активно рост последнюю торговую неделю на 13%. Индекс РТС вообще вырос на 20%. Поэтому сейчас идет проторговка на уровне сопротивления 3060 пунктов. И смысл в том, что сегодня, учитывая растущую нефть, учитывая, так сказать, внешний позитивный фон, удары будут вот об этот уровень сопротивления, в уровень 3055. Все-таки именно сегодня про более высокие цели я говорить пока не могу. Ни по индексу РТС, ни по индексу ММВБ. Локальные удары об этот уровень, да, они будут. Но по ходу выше именно сегодня, я считаю, что маловероятнее, хоть и имеются цели также на индексе Мосбиржи, по достижению данных уровней 3175 и 3225. Там неотработанные цели есть. Даже вплоть до закрытия гэпа на уровне 3110. Но сегодня, так сказать, цели недостижимы. Поэтому даже индекс ММВБ сейчас довольно весомо перегрет. Это на 4-часовом графике прекрасно наблюдается. Поэтому сегодня удары оптимальны только об уровень 3050 пунктов. Далее индекс S&P 500. Вот хотел бы обратить внимание на то, что вот на дневном графике, что именно сегодня азиаты решили пробить уровень сопротивления 3550-3600 пунктов. Суть в том, что это чисто азиатская торговая сессия. И весь ПСИ, повторяюсь, обоснован на отчете ВВП Японии и объем промо-производства с Китаем. Но в чем суть? Учитывая психологию американского трейдера, большого участника рынка, я понимаю, что вот это пробитие, то, что мы видим вот здесь, скорее всего ложное. Почему? Потому что то, что отыгрывается в Азии, это чисто азиатская история. Потому что, чтобы пробить данный 30-летний уровень сопротивления, который проходит вот на этой синей линии, точнее, выделен вот этой синей линией, необходима какая-либо более фундаментальная новость, и скорее новость о том, что вот вакцину выпустили, вот все хорошо. Экономику открываем, авиаперевозки открываем, все открываем. То есть видим мы переток капитала в реальности этой экономики и отток капитала из технологических компаний. Вот на этом факторе и возможности либо пробития уровней наподобие того, что мы видим в S&P, также рост Dow Jones промышленного индекса и прочее. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что это пробитие чисто ложное. И так или иначе, даже сегодня на американской сессии, мы увидим, скорее всего, возврат вот под этот уровень поддержки 3.600, 3.580, который указан вот данной линией. Ну и в том числе индекс S&P 500 также локально перегрет, и напомню то, что здесь вырисовывается формация тройная вершина. И вот эта формация меня, откровенно говоря, напрягает. Далее, касательно нефтемарки Brent, сейчас осуществляется ход торгов в пределах восходящего тренда, но в пределах вот этого большого боковика уровня 38-46 долларов. Фундаментально сейчас Австрия объявила локдаун национальный. Некоторые страны Европы тоже ушли на локдаун, то есть на самоизоляцию, на прочее. И экономическая эффективность этих стран постепенно скатывается вниз. То же самое, что было в первом полугодии 2020 года. Хотел бы еще учесть то, что 20 января будет уже окончательное избрание Байдена в качестве президента Штатов. И учитывая то, что случай с заражением ковида в Америке превышает 150 тысяч случаев в день, в день, это важно, в день, то, скорее всего, он будет закрывать свою страну на самоизоляцию. Вопрос в другом. Байден оставит ли активное промпроизводство или нет? Ну, повторяюсь, вопрос остается открытым. Потому что если закрывать все и всюду, основку полной экономики, то есть полнейший локдаун, то запасы в нефтехранеющей, в той же самой Америке, будут расти, и запасы во всем мире нефти будут расти, если эта нефть будет находиться под сильным давлением. Учет на то, что выше даже левицы на нефтяной рынок, они поставят уже чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, но говорить про вынос куда-то выше 46 долларов, я бы, блин, не стал, потому что это, в принципе, не актуально. И вот весь основной рост нефти сейчас осуществляется на... ну, на фоне новостей про вакцину. Там в понедельник была вакцина от Pfizer, и в скором времени я читал, что хотят презентовать вакцину от Moderna, если не ошибаюсь. Вот, и опять же, надо читать то, что Минздрав США сейчас активно говорит о том, что, мол, первую партию людей могут, как вариант, вакцинировать именно уже в декабре. И сейчас, учитывая то, что рынок абсолютно новостной, вообще событийный, который предсказать напрямую нельзя, новостной, то могут входить разного рода форс-мажор новости, на котором... позитивная форс-мажор новость, на котором... на которых нефть и фонды в рынке могут пампить вверх, то есть гнать вверх их. Поэтому и нефть даже сейчас может расти вопреки фундаменталу. Почему? Потому что рынок новостной. И сейчас участники рынка, они постепенно пытаются закладывать свои ожидания на то, что будет переток капитала в реальной секторе канала. Он, в принципе, сейчас идет, но не такой прям суперэффективный, но умеренный. Поэтому нефть все равно будет встаться в боковике 38-46 долларов за баррель. То есть не более высокий цель, не более низкий, пока о них преждевременно говорить. Но, повторяйте, когда будет именно уже окончательная новость про вакцину, то, что вот вакцина готова, вот там изучили определенное количество еды, вот все без побочных эффектов, тогда мы увидим просто жесткий памп цен на нефть куда-нибудь на 50-60 долларов. И рост фондовых рынков, в первую очередь сырьевых рынков, и российских рынков в том числе, и развивающихся рынков в том числе. И на американском рынке мы просто переток капитала из технологических компаний в Dow Jones, в промышленные компании. То есть в реальном секторе экономики. А учитывая цикличность всего этого события, то уже после каких-либо подобных форс-мажорных позитивных новостей, соответственно, возможно уже начало нового товарно-сырьевого цикла. Ну, об этом я, в принципе, ранее уже тоже говорил. Вот. И касательно технического анализа на сегодня, нефть торгуется в восходящем тренде, сегодня пытается штурмом взять отметку уровня 43.30 сопротивлением. И есть цель отработки нефти вплоть до этого уровня сопротивления, то есть до уровня 44.05 в пределах этого восходящего тренда. Именно если говорить про сегодняшний день, потому что 44.05 он недостижим, я думаю, будет сегодня. В ближайшем торговой сессии вполне вероятно, но именно сегодня. Но если про сегодняшний день, то цель сопротивления это 43.60, вот именно здесь вот. Поэтому либо на европейской, либо уже на американской сессии мы, скорее всего, к этим целям и придем. Потому что локально индекс сейчас... Здесь имелся набор позиций, наблюдается, имеется формирование двойного дна. Но опять же, с основанием на цели 44.17, но преимущественная цель – это сопротивление на уровне 43.00, грубо говоря, 60.00. Поэтому отрабатывать цели тут в сырьевом рынке придется. По природному газу картина следующая. Имеется восходящий тренд внутри большого боковика 12-летнего. То есть нижняя граница боковика – это 1,5 доллара, верхняя граница – это 5 долларов. В чем суть сейчас? Если перейти на дневной график, то мы увидим то, что газ чисто откатывается от уровня сопротивления 3.25 – это верхняя граница уже глобального треугольника, формации треугольника. 30-летняя формация – это уже. И в чем суть? Тут вот был ложный пробой с коррекционным движением уже вниз. Сегодня произошло открытие гэпом вверх, пардон, гэпом вниз, что, в принципе, не критично. Основная поддержка находится ниже, на уровне 2.65. Стратегическая поддержка. Локальная поддержка я здесь, в принципе, не учитываю. Вот, и поэтому все это общее волновое коррекционное движение, оно продолжается в пределах этого восходящего тренда. В принципе, цели по газу я ранее говорил, что стратегическая цель, потому что это… Сейчас перейдем даже на недельный график, посмотрим. Двойное дно, вынос, тест, распределение. И, скорее всего, последний удар мы еще видим здесь, с выходом сюда. На уровень 3.85. Потому что общее движение, восходящее по газу, еще не закончено. Вот, чисто фундаментально, если говорить, то чем будет лютие зима холодно, тем будет сильно разгружаться газовое хранилище. Это банально понятно, это всем все ясно. Вот, и сегодня уже, переходя на 4-часовой график, основная поддержка – это скользящий средний на уровень 2.85. Но еще раз говорю, что приход на 2.65, он довольно вероятен на данный уровень поддержки. Поэтому, если и лонговать природный газ со стоп-лоссом, то только лучше от этих цен. Но, повторяюсь, лонговать со стоп-лоссом, потому что фьючерсы – это, так вот, слишком ликвидный и довольно рисковый инструмент, как говорится. И при этом постепенно на 4-часовом графике подступает перепродность в данном инструменте. При этом по полосам Bollinger уже локально имеется пробитие данного уровня. И приход на поддержку уровня 2.85. Вот сюда, локальная поддержка. Данный гэп все равно, рано или поздно, будет закрыт. Но все-таки надо иметь в виду, что на 2.65 цена еще прийти спокойно себе может. Опять же, в пределах восходящего тренда всего этого. Но стратегические цели по газу находятся намного выше, чем данный уровень. Потому что рано или поздно все равно придется пробивать данную верхнюю грань треугольника. Уровень 3.25 – это был на начало ноября. На сегодняшний день этот уровень уже 3.20. Ну, то есть, вот, чем дольше торгуется газ, в условном, боковике, в пределах этого канала восходящего, то трендовая линия, треугольник, то есть она все ниже, ниже, ниже и ниже. Ну, и в одним переградочении будет его пробитие. Уже с целями, с целями, там, 3.85, 4.30 и вплоть до 5 долларов и даже, возможно, выше. Так, далее. Обозрение пара рубль-доллар. На сегодняшний день деревянный торгуется на сопротивлении 7.730 – это 4 часов график. Учитывая то, что сегодня цена на нефть растет уже на почти полтора процента, то здесь уже возможен локальный откат к поддержке уровня 7.7.12. Вот он проходит здесь. Вот здесь. И смысл том, что тут сейчас осуществляется, повторяюсь, локальное движение вверх цен на нефть, что и поддержит наш рубль на сегодняшний день. Хоть тут имеется даже формат на 4-х часов графике двойное дно, был вынос, не было теста. И тесты будут как раз примерно в этом диапазоне, который я сейчас назвал. Все-таки, учитывая то, что, повторяюсь, наш рынок локальный перегрет и индекс РТС подступает уже к важному сопротивлению, по-моему, 1270, 1270, 1270, 1280 пунктов, которые пробить с первого раза не получится. И, повторяюсь, учитывая локальную перегретость, то все-таки в скором времени я ожидаю коррекцию на нашем российском рынке и коррекцию также, точнее не коррекцию, а боковичок в ценах на нефть. Потому что, так вот, локальный боковик с дальнейшим выходом вверх, то есть к тем целям, которые я указал в нефтемарке Brent сейчас в этом видео. Вот, на фоне данного фактора и пара рубль-долларов в ближайшие торговые сессии имеют резон подрасти в том числе. При этом необходимо учитывать то, что имеются цели для быков, именно гэп на уровне 7905, и поэтому туда данную пару в скором времени, скорее всего, с довольно высокой долей вероятности, будут тащить. Тащить именно рынок. Вот, данный фактор необходимо учитывать. Но на сегодня, повторяюсь, цель 7.6, точнее 7.712. Данный уровень поддержки. Далее пара евро-рубль, тоже имеется формация двойной дном, вот именно здесь. На четырехочном графике вынос. Не было теста данной формации примерно на уровень данной скользящей средней, то есть уровень 91. Поэтому на сегодня цель, в принципе, это приход на уровень 91 рубль за европейскую валюту. Но надо учитывать еще другое, что на дневном графике, если посмотреть, то здесь имеется боковик, диапазон боковика, это 90 дефис 93 рубля. То есть вот он проходит. Поэтому там боковики, и сейчас пара проторговывается. В принципе, ничего нового. Далее пройдемся по компаниям. Начнем с компании «Газпром». Сейчас он торгуется в своем, вблизи уровне сопротивления. Это 181.76. При этом имеется определенная внутренедельная перегретость. Вот, напомню еще раз то, что в рынке какая-то идея чарится о том, что товарищи Миллера хотят отставить уже, вероятно, на текущий. Я, честно говоря, не знаю, правда это или нет. Я, в принципе, сомневаюсь, что это правда, потому что слух есть слух, и не подтвержден он ничем. Вот, и суть-то в том, что, ну, допустим, если это правда, если это правда, то после отставки менеджмента «Газпрома», «Газпром» просто запульнется очень сильно вверх. Это надо учитывать. Вот, если перейти на дневной график, то даже по дневному графику после такого стремительного роста в почти 17% стоило бы ожидать какую-либо локальную коррекцию, потому что пришли почти на довольно весом уровень сопротивления. Это диапазон 181.76, дефис 184.33. Вот сюда. И поэтому здесь отсюда, то есть, какое-либо коррекционное движение стоило бы ожидать, но главный фактор заключается в том, что пробили нисходящий тренд, поэтому только именно тест данного пробития стоило бы ожидать, то есть тест на уровень 172.29 с целью локального охлаждения в ценообразовании «Газпрома». Поэтому следим внимательно за тем, что слух ли это про отставку Миллера или не слух, без понятия есть честно, но вот, если правда, если правда, то интересно, но я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Поэтому на сегодня чисто удары стоит ожидать об уровень 181.51, дефис 184.58. Но о более высоких целях, я бы сейчас говорить, вообще бы не стал, потому что уровень довольно крепкий, уровень довольно сильный, и вот данный уровень вот здесь. При этом радует то, что имеется пробитие скользящей средний, довольно тоже весомый уровень сопротивления на 178.178 рублях. Выше находится еще одна стратегическая скользящая средняя, это уровень 188. Вот его-то мы не пробьем, вот 100% не пробьем, потому что цена уже довольно перегрета, и участники рынка постепенно готовятся разгружать свои позиции. То есть данный фактор тоже необходимо учитывать. Поэтому удары об уровень повторяясь 181.76, дефис 184 сегодня не будут, так что ждем. Далее акции Сбербанка, здесь идет чисто сейчас процесс раздачи, вот обратите внимание, что тут имеется формация двойное дно, был жесткий вынос, и скоро мы увидим здесь тест на уровень 222.79, то есть тест формации данного двойного дна, и почему именно данный уровень, потому что здесь имеется восходящий тренд, по которому сейчас Сбербанк торгуется. факт в том, что вот здесь на даже четырех часов графики, если посмотреть, имеется у нас боковик. Данный боковик, он в принципе раздаточный, то есть сейчас какой-то большой участник рынка раздает свои позиции в рынок. Ну, это, скорее всего, маркетмейкеры, там всякие БКС, там ВТБ, Сберы и прочее. После такого стремительного роста на сколько там процентов он вырос? Ух ты, на 20 процентов офигеть можно. Поэтому со Сбербанка сейчас нужно быть крайне аккуратным. Почему? Потому что на дневном графике мы видим то, перегретость. Причем не просто перегретость, а именно лютая перегретость и приход на очень важный уровень, диапазон сопротивления, то есть на уровень 244 рубля за акцию компании Сбербанк. То есть тест в скором времени, в скором времени стоит ожидать именно на этот уровень, то есть уровень 223.64. Ну, с целью тестов формации 2.0.1, опять же, предоставящего тренда. Вот, и последний уже от нефти акции обыкновенная. Дневной график. Имеется формация двойное дно, вынос. Тест мы, скорее всего, увидим вот на этот уровень, красный диапазон прямоугольный, то есть уровень 465, дефис 480 рублей, то есть вот сюда. Это именно с целью теста данной формации двойное дно. Ну, а если говорить конкретно про сегодняшний фон рыночный, то сами видите, фон позитивный, нефть растущая, Азия, Азия в том числе растущая. Вот. В принципе, в Татнефти цели имеются, повторяюсь, и выше, то есть отработка цели уровень 550 и далее диапазон 570, дефис 590. К этим целям, я думаю, мы с рано или поздно все равно придем. Сейчас ликвидность Татнефти очень сильно выросла. Это, в принципе, радует. Это не может не радовать. И по большому счету, повторяюсь, учитывая вероятность того, что имеется резон начаться уже в новогоднем ралле, даже в условиях кризиса, в условиях пандемии, но опять же в локально растущих рынках, то ту же саму Татнефть сейчас, наверное, не стоит полностью продавать, а стоит оставить именно ее инвестиционную часть. Ну, в принципе, что я и сделал. То есть продал спекулятивную, оставил инвестиционную. Вот. Инвест часть разгружает самый резон где-то от уровня 550, дефис 590. Ну, 550-585, такой четкий диапазон. Потому что цели есть на торгов у данных областей вот этой области и вот этой области. И поэтому рано или поздно мы туда придем. На этот случай, повторяюсь, я держу именно инвестиционную часть, а спекулятивную, так я уже давно закрыл. То, что локальный наш, то есть локальный Татнефть перегрето, это факт. Поэтому сегодня стоило бы ожидать удары об уровень сопротивления 515-520. То есть вот об этот уровень сопротивления, который я сейчас выделяю синим маркером. Подводя итог, могу отметить следующее, то, что хоть у нас сегодня и фонд опозитивный, нефть растущая на фоне тех самых отчетов из Японии, из Китая, вот. Но надо учить то, что рынок наш российский уже перегрет после 20% роста, если мы по индексу РТС. Поэтому какое-либо локальное коррекционное движение мы все равно в скором времени увидим. Так или иначе, не обвал, нет, не обвал, а именно коррекция. Потому что, как говорится, скорректироваться на половину минувшего роста рано или поздно все равно придется, чтобы сбросить перекупленность. Потому что сейчас многие участники рынка уже распродают свои позиции на очень важных уровнях сопротивления. Но если брать по эмитентам, это Газпром, который я сейчас уровень назвал, это Сбербанк уровня 240, Татнефть, уровень 520, вот. И РТС, это диапазон уровня 1240, 1270. Там уже ведет процесс раздачи. Потому что 20% выросли, участник можно свою прибыль зафиксировать, чтобы не передержать эти активы, чтобы фиксацию прибыли совершить, а в оси, как говорится, не пасти им. Так что расклад именно такой. У меня, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические и фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендациями не являются. Но пояс на телеграм-канале Биржевик и на ВКонтакт-группе Биржевик подчеркиваю, эти идеи с краткосрочной, среднесрочной, спекулятивной. То есть это не интродэй. Это краткосрок 1 дефис 3 месяца, среднесрок 3 дефис 6 месяцев. Чисто спекуляция. При этом у нас имеется телеграм-канал Биржевик облигаций, где пользуются новости, аналитика, обзор облигаций и компаний, фундаментальные, обучающие посты и прочее, что связано с долговым рынком. И также у нас имеется телеграм-канал Биржевик банки, где пользуются новости, аналитика, обозрения, обучающие посты про кредитование, страхование, ИСЖ, МСЖ и прочее, что связано с банковским сектором, в том числе. На эти все каналы подписывайтесь, и будьте в курсе событий. Как говорится, развивать финансовую грамотность. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание, и до свидания.